А это оккупация. Это не наши войска. Давай! Крым наш дом! Да, сюда, блядь. Я на заявление. Я на заявление. Мы с Россией! Слава Украине! Морской пехоты 810-й переговоров. Какие засездаи? Идет укрепление городка. Россия! Вели же все хорошо, зачем это все нужно было? И кому это нужно было? Те аферисты, не дайте ни кто товарищу интервью. Окупанты. Тоді ніхто не думав, что они в нас надолго. Та це був лише початок. У перші дни безжальної битвузды кримської весни я пробирався на куражі у тоді ще підконтрольної Україні Крим. Добрый день! Тоді ще воно производить. Ну, нам надо досмотреть. Не вас досмотреть. Багажник открывай. Воно открыт. Тоді ще не дякую. Тоді ще не дякую. Оке, оке бля. Тоді ще в рюкзакі? Техніка. А ваше документи? Тут фотоаппарат з микрофоном. Может преса? Преса? Куда? Направо. Че направо? Направо. Машину вставьте. Не сподівайтеся, далі підказ. І побачити всю картину ретельно відтворену в хронологічному порядку з аналізом. На півострів у 2014-му я потрапив у перші дні березня. Упродовж тижня я стрімив і знімав від Євпаторії до Феодосії, де тільки міг. Про український мітинг у Ялті та облога морпіхів у Бахчисараї. Плач старого кримського татарина Зесмаїл Бею. І фейкова капітуляція українських офіцерів у Севастопольському штабі ВМС. Цей фільм не викриває всього трагізму вторгнення з півночі. Але події свідком і учасником, яких я став, достатньо яскраво все ілюструють. Я журналіст Громадського і я був там, коли вони прийшли на нашу землю. Це мої власні хроніки анексії. А в нас на зв'язку Богдан Кутєпов, так? Вітаю мене звати Богдан Кутєпов. Я знаходжуся на межі Херсонської області Автономної Республіки Крим. За мною турецький вал, пост ДАІ, який зараз повністю контролюється людьми в одязі військовому. І сказали, що журналістам там робити нема чого, але можливо пропустять. Сказали стояти на безпечній вістані 400 метрів і чекати якихось додаткових розпоряджень. Зокрема, я журналісти Інтера. Скажи, будь ласка, що сталося зараз? Підійшов з камерою в руках. Підійшло десь 5 чи 7 чоловік з автоматами. Дернули затвор, сказала, сопротивляється, крикнули. Силою відібрали камеру, я відбіг, потім до мене підійшов з камерою їхня людина в камуфляжі. Сказала, виташі флешки, ми заберемо флешки, камеру тобі віддамо. Виташив я їм флешки, потім намагався вирвати ще акумулятор, я йому витягнув цей акумулятор, камеру він мені віддав. Ну що вони казали на те, що ви журналісти? Знаєте, що журналісти тварі, все переворачують, показують непонятно що, а як нам отрізають руки, як нас зжигають, этого не показують. Це вже не мені. На самому початку мій колега Аким Вишневський був ще досить гоноровий і намагався казати, ми ж на території України, тоді є конституція, свобода пересування. На що козак відповів, а ми думаємо, що ви вже на території російської федерації. Ну, з нами теж обійшлися досить грубо і сказали, що журналісти гірше гівна. Конкретно нам сказали розвернутися, їхати і не дай Бог думати знімати, якщо я буду знімати, він стрілятиме без попередження, кине гранату і скаже потім, що ми кидали в нього гранатами і він стріляв. Нас, по суті, розвернули з Альмянська і ми об'їжджаємо через Геніческ. Наш водитель Діма. Героїчна везена за 160 км, будемо пробувати іншу дорогу. І от ми не доїхали, розвернулися, тому що подзвонили люди, які мали нас на джипах провозити через польові дороги. Сказали, що там тепер стоять військові, російські військові. І що вони тепер ці всі польові дороги контролюють і проїхати в Крим нема можливості. Ми повертаємось на Херсон з надією, що, можливо, ми встигнемо на поїзд. Патяг на Сімферополь затримувався на 6 годин, потім ще на 4. Але все ж таки ми його дочекалися. У Джанкої я вперше побачив російських казачків з нагайками, які ходили пероном і ретельно вдивлялися у вікна вагонів. Та можливо, тому що поїзд був не київським, а йшов з Одеси, у купе ніхто не зайшов. Так цілим та неушкодженим я, натуральний бандерівський журналіст, нарешті потрапив до Сімферополя. А тут уже повним ходом йшла так звана Кримська весна. Ми за Крим. Тільки за Крим з Росією. Простій людей за народу! 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 За мир! Увалистий! Щоб Росія з нами була і щоб бандерщина сюди з фашистами не совались просто! И наши памятники не валило. И чтобы просто дальше жили дружно и мирно. И все счастливо. Русский человек, он живой. По-любому. Они это увидели. Понимаешь? Вот. Не надо обижать его. Зачем? Жить надо в мире. Мы все тут живем в мире. У нас все друзья там татары, казахи. У нас нет разделения по национальностям. У нас только разделение по людям. А сейчас настало время вообще. Мы поставим все точки над «и». И будет только добро. Добро, мир и дружба. Любой русский, любой гражданин СССР, выезжая за рубеж, был русским. Независимо, какой национальности он был. Также здесь, в Крыму, у нас была единая национальная. А нам хотят навязать западенцев, западные части. Те, которые проплаченные. Они хотят, которые снимают памятники, ведут борьбу с памятниками. Нацистские лозунги проявляют. Хотят нам навязать свою волю, свою идеологию. И вратить, забыть нам Бога, Библию. Не с той, не с другой стороны, применение силы не нужно никому. Я вам говорю, как подполковник. Может быть, для этой цели и я здесь тоже. Мы живем с лета, понимаете, к нам приезжают и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки, и чехи. Все приезжают. Мы всем рады, потому что мы живем с этого, правильно, лета, крымчане. И мы не хотим войны. Но когда нас называют кем попало и заставляют становиться на колени, вот тогда мы начинаем бояться за себя, за своих детей, внуков и правнуков, за будущее наше. Крымчане, мы за мир и процветание, мы за дружбу и любовь, мы за мир и согласие. У них точно такие же слова. Они говорят, что они против войны, они говорят, что они за мир. Единственное, что они кричат, Раися, Россия, впереди, вперед, вперед. Ну, то есть они кричат эти лозунги за Россию, ну, это все остальное у них точно... У них же даже есть подобие украинского автомайдана. Это такие бобики, уазики с триколорами российскими, которые ездят в Симферополе. Российскую дайте, пожалуйста, одну. Ребят, триколор можно взять? Давайте не рвайтесь. Только вы же так снимайте, что в хорошем контексте, а не в плохом. Откров畓 на developed Cellstarter. Размер играет людей. Обратарь убит людей. Обратарь убит людей. Обратарь убит людей. Обратарь убит людей. Они обечелись перед Жона Керу за проделанную работу, которую им захastали Амер哎п Tanner. А Россия сейчас пытается там объявить захватчиками за агрессость. Это был пикет бабусь против Дуньи Миятовича из ОБСЄ, которая приехала застерегти от нападов на журналистов. Не манипулируйте, это была же не съемка, это была встреча на самом деле. Не манипулируйте, не манипулируйте. Идите к себе и манипулируйте там. А это так называемая муха или это другое что-то? Это пулемет, да? Это пулемет или нет, как это называется? Вооруженные до зубов, военные. И вот я сейчас нахожусь в Бахши-Сарае, здесь блокируется воин-часть. Их блокирует один, вот КамАЗ, дальше Урал, они с российскими номерами. Здесь с КамАЗа сняли номера, а там российские военные номера. А почему они здесь стоят? Кто это они? А кто это? Я не знаю, кто это стоит здесь. Я сейчас хочу выяснить, кто это здесь стоит. Понимаете? Откуда я знаю, кто это? Советник при премьер-министре сказал, что он не знает, кто вы, что вы не есть. Представители общаются. Так а скажите, что вы здесь делаете? Пожалуйста, общаются. Ну что вы здесь делаете? Охраняете? Кого от кого? Охраняют люди, интервью не дают. Все, отходите в это, пожалуйста. Ну не трогайте меня, пожалуйста. Я хотел узнать, кто эти люди, потому что... Никто, это дети еще не было. Ну как это никто? А вы кто? Мы жители Украины. А вы охраняете этих ребят? Чтоб не было, да. А эти ребята кого охраняют? Чтоб не было этих вопросов. Ну вот эти ребята, кого они охраняют? Вы охраняете их, они охраняют кого? Дерево. Дерево, да? Неважно. Ну попросили, нормально все, видите? Ну попросили, так я же тоже спрашиваю, кто вы, ну назовитесь или я не знаю. Или скажите... Они объясняют вам все, там расскажут. Ну рассказывают, там говорят, что они не знают, кто вы такие. Украина неизвестная. Можете вы сказать, кто вы такие? Украина. Украина? Да. Украинские войска. Пришли миротворцы, которые захватывают части, которые непонятно чем тут занимаются, пропаганда идет. Ребят, нам не хватает реально журналистов, нам их не хватает, потому что здесь люди зомбированные, они не слышат, они думают в одной стороне, они думают, что сейчас придет Россия, добрая, хорошая, принесет этим пиявкам денег много, вагоны, золото, я не знаю, жертвы. Проведет им хороший курортный сезон, они проведут, а в Киеве бандеровцы сейчас приедут там на самолетах, на поездах, вооруженные до зубов, всех перестреляют и дадут татарам здесь жить. Понимаете? Мы, местные жители, хотим, чтобы у нас было все хорошо. У нас все тут хорошо, никто не стреляет. Вы из Бочистарая? Мы из Бочистарая, мы тут живем, выросли здесь. Просто здесь вот эти вот, против этих солдат, которые здесь стоят, Российская армия, они никому не мешают. Я здесь рядом живу, и мне это тоже не надо, извините. Это страшно, жить здесь рядом страшно. Возьмите, возьмите их к себе, пусть они наставят на вас вот эти автоматы и вас охраняют. А нас не надо охранять. Мы живем мирно, нам никто не урожает. У меня сын служит в армии. Я боялся. Я когда ждал оттуда, если сюда придут бандеры, будет труба. Только миром, но не вот так. Пришли русские, я стал спокойно спать. Я тебе честно говорю, от души. Это неправильно. Это неправильно. В 21 веке вот так вот решать. Нет, ребята. Там мирные ребята, они защищают свой дом. Понимаете? Приедет Турчиновский вой, даст вам референдум здесь проводить. Ага. Ждите. О чем вы говорите? Это уже страшно. Я на работу ехала, мне плохо стало, как увидела. В Сиферополе дети подходят, дарят солдатам цветы. Вот эти солдаты, которые стоят на совмине на Верховном Совете, дарят цветы и фотографируются. В Перевальном сдавайтесь, говорят. В Севастополе захватились, чтобы он сдал оружие, унизился и присягу нарушил. Это унижение. То же самое на Керченской переправе. А все на доброй воле. Понимаете? Люди сами этого хотят. Они не под автоматом. Предатель нигде и никогда не был в почете. Давайте не будем про предателей говорить. Хорошо? Давайте вот это вот опустим. Пожалуйста. Не, ну это да, это есть. Но если присягу нарушил, это и есть. Я согласен. У каждого в душе свой патриотизм есть, Родина. Мы жили в России, так же Россию бы держали присягу. Потому что они стоят на земле Крыма. А мы не хотим здесь. А какие оккупационные войска? А это оккупация. Это не наши войска. Это не наши войска. Они присягу давали в Украину. Это миротворцы. Где написано? Где мы просили миротворцев? Мы не просили таких миротворцев. Задача, которую сейчас имеет воинская часть. Не допустить проникновения на территории воинской части ни подразделений Российской Федерации, ни крымско-татарского населения, ни казачества, никого. То есть мы сейчас просто себя охраняем, обороняем. Я прошу всех, чтобы не было никаких провокаций. Применение оружия никто не хочет. Если это нормальная открытая часть, если мы были в погранотряде, вот сейчас погранотряд, то зашли и у людей спросили. И люди сказали, кто хочет уехать на Украину, пожалуйста, уезжайте. Кто хочет служить, пожалуйста, служите. Что значит на Украину? Это территория Украины. Не надо провокационных вопросов. Это Крым. Ациональная республика Крым. Первое требование вчера было перейти на сторону Российской Федерации. Я сказал, мы отказались от этого требования. Второе требование, перейти на сторону правительства Крым. Мы отказались. И третье требование, сейчас они выдвигают в течение суток уже, сдать оружие, снять охрану части. И чтобы оружие охраняли российские военнослужащие. Держись, командир! Мы с тобой! Брат, мы с вами! Брат, мы с вами! Молодец! Герои! Попри все! На вечер третьего дня я добрався в Севастополь. Здесь стоит Урал с военными, которые говорят, что на Майдане беспредел, что все однобоко очень показано. Ну, мы ожидаем, что возможно сюда кто-то выйдет из этих офицеров. Вышли, что все показываете в этом бесплатную информацию, по-своему, вы снимаете. Получится то же самое, что как в Грузии было. То же самое здесь получится. Что мы здесь людей расстреливаем, как бы на танках, ездим по улицам, как бы. Правильно? У людей интервью возьмите. Зелені чоловички были всюди. На самой территории ситуация контролируется командованием полка. Мы ни в коем разе туда не вмешиваемся, потому что мы люди гражданские сейчас. Но мы пришли поддержать чисто морально личный состав, который остается верен своей присяге. Науках ветеранам это очень приятно. 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 Ну, сложная ситуация в Севастополе. Люди стоят там разоруженные. Оружие находится в комнате для хранения оружия. Ребята стоят за вашей спиной. Это ребята морской пехоты 810-й. Бригада морской пехоты, в которой я начинал службу в Советском Союзе. Нам нечего делить с россиянами. То можно сказать, что каждый украинец, который любит свою страну, он есть бандеравец. По их логике. То есть человек, который любит свою страну, получается, что он экстремист. Я сам украинец, говорю всю жизнь на русском языке. Я украинец по национальности, но мой язык русский. Я знаю украинский язык, но я разговариваю на русском языке. Мои дети не знают украинского языка. Вы панику сами навозите. У нас никаких действий по отношению агрессоровской части нет. Громадская ТВ что показывают по ночам? Вот это сейчас я вам показываю все как есть. Вот сейчас мужчина, да. Может быть с помощью вас даже вы сейчас как есть? С помощью его ничего не услышите. Вот, сейчас в прямом эфире. Как это? Можете сказать все, что как есть? У вас же никто ничего не знает. Ну, вы же когда показывали в Симферополе, вот с ленточкой ходили, мол типа Шебаста. Вы всегда находите каких-то, не знаю, отморозков там. Каких вы что? Да я сейчас смотрел вашу передачу. Я смотрел вашу передачу. Кутепов. Кутепов, да. Кутепов. Это вы показываете сколько людей на посту, на таком посту, столько человек вооружены так же на том посту. Сегодня был репортаж из Баксисарая. Столько человек в Баксисарая. Какие-то непонятные люди. А кого вы охраняете или еще? Нет, так я спрашиваю, как вас задаю вопрос. Нет. Что вы делаете? Я отвечаю. А мне очень не понравилось. Уважаемые севастопольцы, я хочу объявить вам следующее. Сейчас офицеры штаба будут покидать территорию части. Это те офицеры, которые остались верны присяге, остались верны народу. Пожалуйста, давайте сделаем коридор. И когда они будут выходить, мы их поприветствуем. Потому что это честные офицеры. Они не нарушили присяги. Они остались верны ей. Сейчас ждем. Они готовятся. Я вас frontline-тех Wars. Я вас влюбил. Я вас влюбил. Я вас влюбил. Як бы, как я боялась фуз? Нібито на переговори. Севастополя и Автономной Республики Крым. Их распределили на определенные маршруты. До часа ночи они будут нести службу, после чего каждый раз будет проводиться координационное собрание. И коротко о погоде сегодня. Скажите, пожалуйста, как вы оцените ситуацию в Крыму? Нормальная ситуация. Видите, тихо, спокойно. И погода хорошая. Вы одобряете то, что российские войска сейчас возле украинских воинчастей? Что вы хотели услышать, чтобы российские войска ушли отсюда? Сейчас, подождите. Давайте я сначала... Не, я спрашиваю. Вы одобряете? Да вы такие, конечно. Супер. Я сейчас вас спрашиваю. Скажу вам такой ответ. У нас душа тех, кто здесь лежит. Каждого. Они поднялись. Не люди, а они поднялись. Они требуют нас уничтожить. Вот это рыло, которое сидит и говорит, я здесь, они как козлы разбивутся. Или крысы. Нет. Они будут от нас бежать. Я уже в возрасте, он молодой. Я уверен, что он будет со мной рядом стоять. У этих же, скажем так, майдановцев то, что... Поджигаешь такой автобус, и тут Украина поднимается с колен. То есть это, естественно, глупость именно и глупый ход мысли, может быть. Я считаю, что они просто пришли в помощь именно крымчанам. Ну и в частности, севастопольцам. Но если бы их не было, естественно, была бы угроза, допустим, тех же самых майдановцев, которые пытались бы как-то не мирным путем, а тем же насильным просто как-то внушить людям, ну, скажем так, такую идеологию. Нет, бандеровцев нет. Бандеровцы – это как бы миф, который здесь, по крайней мере, ни одного не видели. Никакой угрозы нашествия бандеровцев тут нет и быть не может. Как вы оцениваете ситуацию сейчас в Крыму? Нормально? А? С матами или без? Как угодно, а за пиками, если что. Я считаю, что это как-то все несерьезно. В YouTube. А что вы имеете в виду несерьезно? Ну, не знаю, правительство. Война угроза, да. Вот по поводу того, что поменяли правительство в Украине. Его еще не поменяли. Ну, кому-то что-то не нравилось, его поменяли. Кому-то опять кому-то не понравится и его захотят опять поменять, я считаю, это бред. Я считаю, что Россия не имела права свои войска выводить на территорию Украины. Там они что-то вроде захватили, какую-то базу. Ну, и с вами, что российские войска тут. Что ты мелешь? Нам что, от украинских? Они нам помогают, блин, правильно, никого не впускают. Вон, блин, не зря они на Климу собираются, 5 миллиардов баксов. А кого они не впускают, вы договорите? Бандеровцы. Они пропускают, ну, насколько я знаю, они пропускают только тех, кто севастопольская прописка и севастопольская гражданство. Ну, именно такой украинский гражданство. И российских военных, все. 2 марта ориентировочно 22 часа в часть прибыл грузовик с неустановленными вооруженными лицами, экипированными бонежилетами и стрелковым оружием. Их возглавлял полковник Черноморского флота, который предъявил нам ультиматум с требованием сдать, пересчитать и сдать оружие, которое находится у нас на оружейке. Единогласно принято решение о том, что оружие украинская часть сдавать не будет. После этого была дана команда на выдающую оружие в подразделение, и воинская часть была готова к выполнению задачи. Личный состав поднял военно-морской и державный прапор Украины над частью. Сейчас часть находится в состоянии повышенной боевой готовности, готова к отражению любого нападения, и предупреждает наших российских коллег, что мы не будем поддаваться на провокации. Это российский спецназ, который прошел горячие точки. Сейчас, до сегодняшнего дня, там было до взвода личного состава, сейчас там 4 КАМАЗа, наверное, около 100 человек. Воинская часть выполняет боевые задачи по назначению. Также личный состав сейчас готовится к ночному штурму, идет укрепление городка и зданий в нем. Да, мы выходили на переговоры и пытались решить вопрос, чтобы они оставили блокаду воинской части. Как может человек через несколько дней после назначения на должность перейти на сторону государства Крым, которого не существует на карте? Присягу принимают один раз. Мы приняли присягу, наверное, всю украинскую новую. Моральный дух личного состава доверяет выполнять наши служебные задачи. И все будет хорошо. Верим в мирное решение конфликта. Богдан Ницше читаем, да? А ты в Симферополе сейчас, да? Ну да, ну и с квартиры, да. В Симферополе, да. Да, я сиду в штабе, я не хочу озвучивать адресу, реально. Я перекручу, я говорю, уже нема сенсу мені носить георгиевские стрички и говорить российской мовой, и все. Тебе всі вписнали, так? Мене уже спалили. Мене уже спалили. В этой части, где должен был состояться митинг мастерей против войны. Сейчас я покажу вам эту картинку. Россия! 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 Ребята, встали цепи, цепи, цепи встали. Вот где стоять? Перейдите на сторону. Перейдите на сторону. Перейдите на сторону. Ситуацию. Так, потому что вы достали, шо ты встала посреди дороги? Вы уйдете. Шо успокойся, езжай вон туда и там бастуй дальше. Мы живем спокойно и будем жить спокойно. Понятно? Я не робко не живу. Не дестабилизируй. Не перекрывай нам тут дороги. Я не могу понять. А как с вами по-другому стоять? Крым наш дом, Крым наш дом, Крым наш дом! Я молю за Украину, Боже, молю тебя за людей. Ты прости, ты спаси. Подожди. С пятницы на субботу убили трех гаишников. Откуда у тебя машина? Вот трех гаишников убили с пятницы на субботу. Откуда у тебя машина? Вы еще собрали свое здание, заседание парламента сюда привезли? Я тебе вас задаю вопрос, да. Да вы их же жители просто разорвут. Всех депутатов таких. А почему вы приехали сюда? Вы не понимаете, какие заседания? Вы задавайте там ответы по вопросу, а не нам вы задавайте. Мы уже ответы и... И местные жители поражают? Конечно, потому что уже все побили, ментов разогнали. Конечно, спокойно. А вы активисты Евромайдана здесь и в Крыму, да? Нет, мы просто жители города Симферополя, которые не согласны с тем безумием, что там происходит. Мы хотим спокойно жить на своей земле. И быть... Мы имеем паспорта украинские. И мы должны жить на своей Украине. Внизу Богдан Кутепов и я сейчас в Крыму, в Симферополе, возле памяти Калинина. Спасибо большое этим ребятам, которые стали на защиту крымского народа. Поэтому мы спокойно ходим, спокойно гуляем с детьми, занимаемся своими делами. А они стоят и нас охраняют. Именно потому, чтобы у нас был мир. Прим России! Прим России! Прим России! И скажите, пожалуйста, вы здесь все присутствующие. Они называют арту небесной мастерской, небесной сетней. А наши мальчики, наши мальчики, которые погибли, которых здесь хоронили, они стояли безоружные, как мы их назовем. И они еще хотели нас взять голыми руками до хрены. Ура! Ура! Россия! Куда мы идем? На что мы смотрим? Какие ценности преследует Европа? Она нас сталкивает лбами. С запад Украины, с востока. Крымских татар, с крымчанами. Куда это годится? Мы идем у них на поводу. Опомнитесь, это все идет по их плану. Если мы не опомнимся и проведем референдум с холодной головой, что с нами будет? Автомат держать руку. Я ищу первых машинок. Я ищу первых машинок. Я ищу первых машинок. Возьми, пошли, пошли. Останься, заводи, возьми. Или я останусь за машиной. Мы граждане Украины. Но граждане Украины имеют каждую свою национальность. И надо уважать все национальности, которые проживают в Крыму. И не надо нас ставить на колени. Мы никогда не встанем на колени. И не будем повешены на еляки. Где вы видите, что русские ставят на колени? Покажи. А под автоматами? А под автоматами дети сидели на плечах. А автоматчиков? А как с вами разговаривать? Здравствуйте, парни. Вы такая добрая. Русские всех с городом не мите. Пожалуйста, не мите, что ни одно мнение есть на площади, пожалуйста. Что много нас, людей, которые не выходят, покажите. Каких много? Расскажите. Мы хотим оставить в Украине, чтобы не приходите. Она сказала, что русские вообще ушли отсюда. Вы, пожалуйста, можете взять билеты большие. И можете поехать под домом и оставить в Украине. Житель Симферополя. Ну, вы хотите, чтобы бандеры пришли командовать в Украине? Все как есть. В Крым приехал Геннадий Балашов. И его сейчас защищают, чтобы его не побили. А его так и побили. Там забора нет, да? Сепью. Все правильно. Спасибо, что сохранили жизнь. А вы нам в коры со Шевченковском не сохраняли жизнь. В коры со Шевченковском. Я никогда с вами не воевал, ребята. У меня у самого офис сгорел почти. Почему вы приехали с Симферополя? Посмотреть. Лише кілька років по тому, передивляючись ці кадри, я впізнав на них одного з ватажків початку війни на Донбасі. Стрялкова Гіркіна. Сволочи с Майдана не гнушались никакими провокациями. Наш крымский ОМОН, когда вернулся, на него было 8 нападений. 20-ти стрельные встречные перестрелки. Эту людей отправили домой сказать «спасибо» за работу в Киеве. «Россия! Россия! Россия! Россия!» «Путин! Путин! 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 Путин!» «Россия! Россия! 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 hill Это військовослужбовцы СССР, которые на сегодня блокировали нашу військовую часть. Я не знаю, до какого рода військ они относятся, но, на мою думку, это подраздели ВДВ от ЗСРФ. Наши службовцы ЗСУ без оружия, службовцы РФ с оружия без оружия. Представник приходил от премьер-министра Крима, который заявлял, что мы приняли присягу на верность народу Криму, но ни один из службовцев не вышло. Все службовцы стоят на защите своей вьетчизны и верные присяги украинской народы. Бойовый дух, с каждой провокации, которую проводят по отношению к нам, подвищивается. Бойовый дух! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Здесь есть наша самооборона По-моему, вашим европейским лидерам все сказал Путин уже Посмотрите на нашу самооборону и представьте, какая у нас армия Вот здесь люди, которые помогают, здесь вся самооборона Здесь нет никаких военных, нет никаких вторжений Не звідусіль, де мене впізнавали, треба було тікати На проукраїнському мітингу в Ялті громадському телебаченню були дуже навіть раді Громадському телебаченню Громадському телебаченню Громадському телебаченню Вас знали Вас знали Вас знали Хорошо, что вы Узнали Так, расскажите, где печеньки Госдеповские печеньки За которые вы здесь стоите Нет Мы все съели Ой, кошки, кошки забыла обратить Печеньки нет, все съели Хорошо На каких грантах вы работаете? Кто печатал вашу полиграфию, дорогую? На вашей грант Кот помогал Сидел, охранял печать Мы не ходим в войны Приезжайте к нам купаться Без них мать Конечно А теперь там наши приятные люди Пусть милиция меня не ожидает от ваших мародеров А сейчас ходят по набережной с такими угрюмыми лицами Это кто ходит? Это вендеровцы ходят с Украины У нас русских людей нету такого взора Взгляды под них нет Правильно, правильно вы говорите Правильно Я русская Да вы посмотрите на себя какая вы русская А какая я? Катарочка или еще какая Я еврейка Посмотрите на себя Слава Украине Мы за них 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 Слава Украине Героям слава Героям слава О, вот, пожалуйста Героям слава На самом деле, люди, которые идут за моей спиной, они, конечно же, заплатили мне, потому что газдеповских печенек мне не хватает, и здесь, в Крыму, конечно же, никогда не было этой заразы, этих бандеровцев. Мы за мир! 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 Здорово, это Украина! Крым, это Украина! Крым, это Украинцы, воскреснется, вооружение! Попро все, я хочу сказать, что я все больше встречаю думок, что не все хотят объединения к Росии, но где-то хочет устранения от всех, чтобы Крым был независимым. Думок очень много. Де-хто хочет в складе территории Украины, и она поляга на том, что Крым должен быть неподильным, но больше повноважений Крыму. Пока я приехал сюда на пару дней, у меня уже закончились чистое белье и носки, и я уже вообще тут сидел на сухпаге, но остался на много дней. Ну вот теперь буду отсюда выбираться, потому что вы знаете, что уже объявили охоту на форуме Севастополя, на журношлюху воздеповскую Кутепова и все остальное. Если вы хотите, чтобы вас действительно почувствовал Киев, вас кримчат, говорите цивилизованной мовой. Давайте журналистам, я в Криму, я себе так никогда в Киеве не погодиваю, я тут тупо включаю стрим и мовчу. Все взагалі майже, единственное, что могу прокомментировать, это что сейчас происходит и где я находлюсь. Все. И все равно трапляются люди, которые летают, которые выганяют и так далее. Видите себе цивилизованно, да? Мы все нормальные люди, у меня тут одна задача – показать все, как есть. Но Крым украинским никогда не был. В 1954 году Хрущев подарил, а в 1991 году Крым проголосовал за независимость в составе СССР. Скажите, почему подарил? Чтобы репрессии на Украине в свое время и чтобы иметь популярность для украинцев, Хрущев и подарил. Это все доказано, ребята, история Украины. Тут основной 1991 год. Мы в составе СССР проголосовали. А нас Украина прихватизировала и обдурила. А мы хотим с Россией. Мы с Россией. И смешно. То, что 5 канал заговорил на русском языке – это смешно. Они всегда были ярые националисты. Бендеры постреляли, и Беркута постреляли, и оппозицию. А свалили на правоохранителей. Назначить на 16 марта 2014 года общекрымский референдум, на который вынесены следующие альтернативные вопросы. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. И вот здесь мы должны ответить. Я так думаю, да. Сегодня борьба за жизнь. Здравствуйте. Газету какую-то представляете? Не, не газету. Интернет-телевидение. Подождите. Интернет-телевидение чьё? Киевское. Киевское, не снимайте, пожалуйста. Потому что мы знаем ваше киевское интернет-телевидение. Снимайте, потом хуйню всякую про нас пишите. Показываем всё как есть. Вот что я буду показывать не так. Так как есть, так и показываем. Я повью камеру сейчас. Покажи документы. Сейчас повью камеру. Давай, не надо пугать. Давайте попробуем. А чё вы пьёте? Документы покажи. Сейчас повью камеру. Вам сказали здесь не надо снимать. Ну почему здесь нельзя снимать? Ну потому что жители города против, чтоб вы здесь снимали. Вы не уважаете мнение жителей города. Ну почему я не уважаю? Что? Чем? Потому что жители города вам высказали своё мнение, что они против съёмок. Идите вон на набережную, лебедей зафиксируйте. Я снимал лебедей на набережную. Во всём мире вообще журналист может просто собирать информацию открытую. Журналист может собирать, когда на него написано, кто он такой, бля. Один плюс один ещё. Да видели мы это общественное телевидение. Знаем мы как это общественное телевидение. Не давайте это аферисты, не давайте никто товарищу интервью. А потом, бля, станет каким-то АСИТИВИ, бля, один плюс один, бля. Украиной какой-то, бля. Пятый канал. Недобитые эстонцы, бля, латвийцы, поляки, немцы боючие, бля. Недорезанные, недобитые, бля. Ты кто по национальности вообще? Украинец. Украинец ты, бля. А что ты тут делаешь? Что же вы делали на Майдане, бля? Что вы делали на Майдане? Своих же стреляли. Вешали наших, ребят. Где ты живёшь? Где ты живёшь вообще? Подожди, где ты живёшь, бля? Своих же стреляли в спины. Да я твою рожу. Мужчина, мужчина, а ну запиши, что ваша новая власть... Ну скажите, вы как сейчас, я так и покажу. Давайте, ваша новая власть убивала Беркут и Майданутых. Может, ты пригодися нам ещё, бля, не в последнее время, бля. А где ты живёшь вообще? Где ты живёшь? В Киевской области. А чего ты тут делаешь, бля? Потому что ты в командировку приехал. Какой командировке? Ты грязь тут приехал. Как со всем мира журналисты приехали сюда, из России, из Украины. Провокатор ты, бля, знаешь, когда тут... Провокатор, да. Я приехал сюда. Я за Крим, за Россию. Ты ж чего там делаешь? Крим, Россию. Я показываю всё. Я за Крим, Россию. Я за Крим, Россию. Я за Крим, Россию. Не надо за Крим. Нахождение российских войск на территории Крима... Владимир Вольфин называет гуманитатом. Знаете, вчера я писал одного татара в посёлку Измаилбэй, под Євпаторией, який инвалид, и он плакал, и он сказал, что никогда за 22 лет, которые люди здесь живут, у них не было конфликтов ни с россиянами, ни с украинцами. Что то, что сейчас происходит, это все политики. Это политики. От себя бы я добавил, что это хворая голова одного человека. Как у вас на Украине говорят, паны разважаются, а чубы у народа трещат. Жили же, все хорошо же было. Зачем это все нужно было? И кому это нужно было? У всех дети, у всех семьи. Может, поумнее за ум возьмутся наши отцы. Подумайте о народе. Народу это не нужно. Ни бендерам, ни татарам, никому оно не нужно. А на 7-й день я взял квиток на поезд и уехал на Киев. Думал привести себе в порядок, взяти чисті речі, зарядити батарейки і повернутися. Но ни тогда, ни сейчас повернутися на пивостров мне не судилося. Persona non grata. Даже эти кадры доводится записывать не на настоящем море, а на Киевском, на водосховище. Но я точно знаю, что рано или поздно вернусь в наш Украинский Крым. Когда его перестанешь штурмить. Когда они пьют звездо. Что производим? Я точно оставляю с И. Спасибо за просмотр! Что вы видели? Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует...